Всем привет! Новая неделя. Я опять на кухне, но моя фантазия с каждым разом уменьшается. Накидайте идеи здорового питания, здоровой пищи, разделенной белки с углеводами, и так, чтобы еще и дети кушали. Очень буду благодарна каким-то идеям. Так, сегодня делаю гарбузовую кашу. Думала, никогда не знала, что гарбузовую кашу можно без молока. В Польше меня так угостили. Вот я и делаю. Делаю гречку. Так, она уже того. Яйца варю. Здесь у меня курица с овощами разными. Здесь у меня котлеты и батат. Запекаю. Вот. Это сейчас будет у меня гарбузовая каша. Я мед добавляла в Польше, и нормально, прикольно. Гарбузовая каша. Пока без молока. Детям с молоком можно. Рис. Остатки. Гречка. Яйца. Вот мои котлеты в духовке. Здесь у меня говяжий фарш. Немножко свиного. Я не нашла. Я хотела или куриный, или индючиный. Но что-то я ничего не нашла. Вот. Лук и яйцо. Ну, перец, там, соль такое. Батат запекла. Пакую. У меня сегодня получился мега, просто идеальный обед. Гречка. Вкусненькая такая, разваристая, с масочком. И салатик, такой классный. С авокадо, огурчик, яйцо, помидор, зелень. И все. Оливковое масло. Просто кладезь витаминов. Еще бы какую-то такую кашу тоже вкусную, чтобы дети ели. Потому что надоедает одно и то же самое. И салаты тоже бы менять. А так просто ем, и идеальный обед у меня. Так. Новая буква. И. 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 Мия. Мия, это И. Мий. Мий. Она короткая. Ми. 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 Не. Мой. А это длинная. И. Мои. Мои. Ми. Мои. Лука и уши. Ми. Мои. Мои. Гаи. Гаи. Нет. Это не «э», это «а». Гаи. 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 Мама, можно я это прочитаю? Сейчас, давай вот это вот. Гаи. Эмочка, это «и». Тут две точечки. Гаи. 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 А теперь это «ра». У. Кр. Ук. Ук. Ножку положи вниз. Ра. Й. Украи. У-кра-и. У-кра-и. И. А, У-кра-и-на. У-кра-и-на. Ножку положи. У-кра-и. По. Ез. По. 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 Ез. По. 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 Ез. По. Всем привет. Вы на моем канале «Мой путь надежды». С вами «Надежда». Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Следите за нашими новыми видео. Я в Ирландии нахожусь. Начало еще, пока что начало февраля. Вот. И у нас интересная такая тема пошла в отеле. Люди стали массово получать письма со школы. Вот. И меня эта участь тоже не обошла. Мне пришло два письма со школы. До этого я уже успела пообщаться с мамочками, которые получили уже и уже стали переживать. Вот. И в этом письме, как бы, говорится, дорогой родитель Вениамина, как бы, уведомляем вас, что ваш ребенок отсутствовал 20 школьных дней в поточном учебном году. Пропуск школы может иметь серьезный эффект на образование вашего ребенка и confidence. Уверенность. Что-то я не помню. Это очень знакомое слово, но не помню, что оно. Это мы понимаем, что... Ну, типа, что... Те же, как бы... Обстоятельства какие-то там сложные... Как бы способствовали тому, что ваш ребенок был... Присутствовал, отсутствовал. Что ваш ребенок отсутствовал в школе. С этим... Вместе с тем мы, как бы, говорим, что... Что у нас есть, как бы, все основания... Отправить... Отправить отзыв, репорт, короче... Отчет в... В какой-то ихнюю там службу, какая-то там... Типа, министерство образования, типа такого, что-то... Есть, когда ребенок отсутствует больше 20 дней или больше. Имя вашего ребенка должно быть submitted. Submit – это подтвердить, подтверждено. Submitted. Submit – это произведение искусств. Круто, не правда ли? Короче, рассказываю общение с мамами, когда они получили это письмо. Но, во-первых, мы, скажем так, мы не знали... Вот сколько я общаюсь с украинцами, что мы... Что ребенок не должен отсутствовать больше 20 дней во всем году. Учебном. Во всем учебном году. То есть 20 дней в учебном году – это реально мало. Да? Удивительно мало просто. Вот. Соответственно, здесь, когда мы были там... Мы когда в Украину ездили, у нас там... Мы на каникулы сильно не попали, попали больше. Потом мы поехали к детям. Мы ездили где-то там, отсутствовали. Здесь мы очень много болеем. И, получается, отсутствовали. И мы даже за этим не следили. Вот. Как бы, ну, вот... Я о себе рассказываю, но, в принципе, здесь родители так же само. Мамочка, с которой общалась, она... У нее... Они особо никуда не ездили, но просто ребенок болеет. Очень часто у него там аллергические реакции, он болеет. Вот. И она даже от врача постоянно брала... Ну, то есть они ходят к врачу, берут справку. Она вот это... Ну, или справку, или что там они... И вот с этим всем она приходила в школу. Ну, ребенок как бы давал. И у нее там 30 с чем-то пропусков. И вот ей тоже пришло письмо. А потом еще и пришли со школы. И когда она эту тему вообще затронула с кем-то, где-то там с отеля разговаривала с кем-то, ей как бы заикнулись. Ну, да, типа, потом ребенка заберут. И она очень перепугалась. Начала эту тему как бы копать. И началась... Сидела на сайтах, там вот, где об этом образовании, об этом говорится. И нигде ничего не нашла по поводу того, что ребенка могут забрать. Вот. И мы как бы в Украине наслышаны и такими как бы слухами. И это не просто слухи. Ну, как бы... Ну, как сказать... Друг моего друга, моего друга, моего друга. То есть кто-то какой-то где-то знакомый. Там у него там где-то в Европе, там отняли детей. Там где-то... Даже здесь мне уже рассказали историю, где тоже в Италии там или где... Там пришли домой дети. Ну, короче, отобрали детей. То есть у нас в Украине такого ажиотажа нету. И поэтому нас это всегда, конечно же, пугает. И мы особо не знаем информации. Но вот... Немножко мы встряхнулись, когда начали эти письма приходить. И может мне интересно, мне кто-то подскажет в комментариях, кто может... Годами тут уже живет в Ирландии, кто может стыкался с таким. Что вообще идет дальше? Ну, таке самое. Ты бачишь, что воно таке самое, як ЙИЖА, а тут таке ж самое, и ще добавилось ось ось о... Ежак. ЙИ. ЙИ. Ежак. 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 Угу. Что имя? Ежачок. 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 Что такое ежачок? Ну, маленький ежик. Угу. А где? Маленький ежик. Тут просто слова. Вот это? Сейчас будем про это читать дальше. Дальше. Ура! Читай. Ежа. Чи. Ежач. Ха. Ежачиха. Ежачиха. А что это Ежачиха? Ну, это мама. Ёжик мама. К этой мамочке, когда со школы пришли, она расспрашивала, дальше что, дальше что. То есть, они там отправили тот репорт. Дальше могут прийти с образования. Они там следят. А точно ли вы ходите? А точно ли вы нормальная семья? То есть, с кем я говорила? Вот я говорила с Анжелой, сыном. Он же учитель школьный. Учится. Учится в институте. Учится. Но он же как бы и практику проходит. Вот. Он, как мне, объяснил, что ихняя компетенция – это вот отправить отчетность. Что там дальше, типа, происходит, они как бы не знают. Ну, то есть, он еще не тот учитель с опытом, там, 20-летним, чтобы уже стыкаться с этим, что происходит. А были ли случаи, чтобы там пришли, отобрали ребенка за то, что он болеет и не ходит в школу? Ну, типа такого. А другая женщина, у которой вообще нет детей, но она, ну, разумная, умная такая, типа, ирландка, вот я так чисто с ней поделилась, она мне говорит, что в Ирландии, как бы государство очень беспокойно, чтобы ребенок максимально был в семье, максимально был в своей семье. Типа, она удостоверяет, что это больше как проверки, больше как бы, чтобы придут, посмотрят, а благополучно ли в семьях, как бы, как вы за детьми там смотрите, чтобы они там были покормлены, чисты. А если, например, нет, ну, то есть, я не совсем поняла, вот, что дальше, а что дальше, следующий какой шаг. Вот, ну, короче, по крайней мере, я когда получила эти, я в первый раз, когда услышала об этом, я быстренько, там есть у нас приложение, я посмотрела в приложение, что у моих детей уже 20-21 день, я поняла, что мне уже тоже письма придут, и вот они пришли. А это только февраль месяц, то есть, у нас только половина учебного года, а у нас уже 20 дней. я малым сказала, что кашель, сопли, кашель, сопли, все, короче, ходим в школу, только если, если ты уже температура, или, ну, слабость такая, что ты встать не можешь, тогда, говорю, это, говорю, никакие поездки мы не, не берем на дни учебы, вот максимально все пытаемся втянуться, я тоже заметила, что здесь больных водят в школу, то есть, нет такого, что ты сидишь дома. Мы от этого чуть-чуть как бы отвыкли, уже за годы дистанционного образования, потому что уже 7 лет, мы, это 7 лет, это я уже 8 получаю, ну, 7 лет мы до этого, до Ирландии, мы учились дистанционно, и, соответственно, у нас вообще с этим никогда проблем не было, вот, и поэтому для меня это так новенько, и тем более, ну, скажем так, волнительно, потому что я в чужой стране, и я одна, у меня нет рядом поддержки, да, мужа там, или даже хотя бы мамы, вот, и всегда, конечно, страшно, когда ты мама, у тебя какие-то детки, еще и маленькие, это всегда неприятно, и, короче, не знаю, что с этим дальше, и как тут обстоит, может кто-то поделится. Ежик. Нет, тут нету ши. Ежик. Ежик. Е. Ежик. Тут нету и. ши. Жак. Ежак. Ежак. Ежа. Жу. Нет, это не жу. Ж. У. Жу. Это не жи. Ж. А какая это буква? Ш. Ш. Почему тут короткая ш? Читай. Почему тут короткая? Она не короткая, обычная ши. Ш. Шу. Шу. Кава. Шу. Кава. Ежак. Шу. Кав. Ежак. Шу. вот это ежак. Да? Вот ежак. 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 Шу. Кав. И. Й. Жу. Ежу. Ежу. А еще, кстати, заметила. Здесь в Ирландии такой, такой нюанс, что очень популярна электронная почта. Вообще, куда ни, куда ни, куда ни, куда ни, не пойди. Вообще, я там пишу учителю, там, не учителю, а тренеру по этим говорю. А будет ли это денег? Пишут. Проверяйте электронную, смотрите в электронном типа адресе, знаешь, на электронной почте типа. Я вообще поражаюсь, потому что в Украине, я не знаю статистику, но приличное количество людей, вот приличное, даже не знают, что это такое электронная почта. То есть, особенно старое поколение. То есть, маме нашей, мы когда покупали вот смартфон, когда там дарили все, то сыновья вообще, ну, мы, дочки, сыновья, кто-то создавали электронный адрес, там, все-все-все. И, по сути, они никогда ею не пользуются той почтой. И я даже не знаю, вообще знают ли они, что такое электронная почта. Вот, то тут я просто удивляюсь, я, у меня тоже нету сильно большой привычки постоянно сидеть и проверять электронную почту. Вот, я в, я в нее захожу, я не знаю, раз в две недели, может быть, там, посмотрю что-то, спам поудаляю. Вот, как, собственно, и в соцсети, я не вешу в них, не сижу днями, там, не листаю. Тут, получается, продвинутое население, вот, и взрослые люди, и все-все, проверяйте электронную почту, все в электронной почте. Аж прям трошки раздражает, наверное, не знаю. Все, а если я не хочу, у меня вот, не знаю, ну, не могу пока к этому как-то привыкнуться, свыкнуться. И даже игнорирую где-то эту электронную почту. Не знаю, почему такое у меня. Вот, ну, группы, мне нравятся группы, когда создаются между этими. И у нас он есть, по кикбоксингу, у нас есть группа в WhatsApp, и отлично, всю информацию он туда скидывает, и это прекрасно. Вот это мой подход, и мне это нравится, и не нужно переспрашивать все. А вот по гимнастике никакой информации, никаких групп, ничего нету. И, соответственно, приходит какой-то, ну, там, смотрю, в школе выходной в понедельник, а у нее гимнастика. Я пишу учителю, она пишет, смотрите, ну, она мне отвечает, что да, выходной, и типа, смотрите в электронном этом. Я начинаю заладить, начинаю искать это письмо, где оно, начинаю искать этот график. Ну, короче, трохи так, такое. Вот, так что, побежали. Так, немножко мешает солнце, но я очень хочу поделиться. Мне, я заказала из Украины пилинг, вот, я его делала, когда была в Украине, покупала у подружки. Она мне делала чистку лица. Получается, уже год я ничего не делала, и моя кожа, короче, все хуже и хуже становилась. И жирнее, потому что она обычно жирная, и угри начали вылазить, потому что я к этому склонна. Короче, все плохо было. Вот, сейчас более-менее довольна, потому что я заказала этот пилинг из Украины. Более того, я еще и позаказывала другие масочки, и хочу быстренько сделать обзор, хочу поделиться. Ну, первое, что я делаю всегда, это мою лицо фореверским скрабом. Он, как бы, очищает, подготавливает кожу к нанесению чего-то. Вот, хочу сейчас умыться. Я его беру, в принципе... Я его беру немножко. Раньше я брала больше, но, как бы, экономлю. Если его так хорошо брать, его хватает ровно на месяц, ну, примерно, каждый день умываться. То я беру меньше, и мне, как бы, еле-еле его хватает, но растягиваю удовольствие. В общем, умываюсь теплой водой. И наношу вот этот скраб. Как бы, раньше я просто умывалась сразу вот так вот. Сейчас, так как я сделала брови, я их особо не трогаю. Вот, ну, не хочу. Просто умываюсь скрабом. Немножко капельку, как бы, немножко тру. Не, без фанатизма. Вот. Не знаю, видно, не видно этот скраб. Все. Смываю. В принципе, когда я не делаю пилинг, я использовала долгое время корейскую косметику. Мне привозила моя знакомая. Вот. Прямо скорее она купила. Я чаще всего промывала просто вот этим тоником. А крем не всегда наносила, честно говоря. Очень редко. В принципе, кожа лучше, чем вообще ничего не делать. Однозначно. Но меня все равно не устраивало. Вот. Совсем недавно я перестала. Может, где-то с месяц. Вот. И стала forever. Forever. Есть еще такой крем увлажняющий. И стала после скраба наносить просто вот этот вот кремчик. Тоже я не всегда, не каждый день я это делаю. Умываюсь практически каждый день. А вот крем не каждый день. Но, в принципе, мне больше нравится эффект. Может, это потому, что я уже стала пилинг делать. Пилинг – это такой порошок. Вот. Вот. Вот такой порошок разводится с перекисью водорода. Вот. Разводится. Я его делаю раз в неделю после принятия душа. Вот. Когда хорошо так лицо размякло. И вот. Сейчас я его разведу. Где-то у меня была коробочка специальная. Получается, я беру немножко. Да, короче, на глаз беру. Чуть-чуть. Четверть. Такой ложки, не знаю, не чайная, но средняя что-то. Короче, я всегда на глаз. Иногда у меня не очень хорошая получается пропорция. Вот. Лью примерно столько же. Ой. Перелила. Короче, лью сюда. Хватит, наверное. Перекись водорода. Сейчас пока не буду его выливать. Вдруг понадобится. И вот такое получается. И я его взбалтываю хорошо. Такую коробочку из-под маски использую. Вот. Хорошо взбалтываю его. Собственно, и все. И вся моя работа. Я поначалу ложечками там пыталась. А оно ускользает одно от другого. Жидкость от порошка. Жидкость от порошка. Вот. Получается, короче, что попало. Вот я начинаю им мазать. Может так получится. Да, чуть жидковато, но я и все равно не вылила. Я это. Оно так колюченькое такое. Смазываю. Мне плохо видно в телефоне. Сейчас я... Иногда бывает гуще. Иногда, ну, как получается. В любом случае оно работает. И оно начинает печь. Оно так... Не печь, а... Колоть. Во. Колоть. Лучшее слово. Ух, печет, колет, щипает. Собственно, это и все. Вся моя масочка. Вот. Стараюсь я не разговаривать, не кушать. Ну, вот эти 20 минут хожу. И... Не это. Сразу мою эту штучку. Вот. Пока... Она не затвердела. По-моему, она не затвердевает. Это квасцы затвердевают. То там желательно не разговаривать. Вот. Я пока сделаю быстренько обзор. Того, что... Вот это я делаю пилинг. Раз. Стараюсь раз в неделю хотя бы сделать. Вот. Еще у меня есть квасцы. Квасцы. Вот девочка сама там, она их готовит. И я после этой маски буду квасцы наносить. Вот покажу. Она тут... Жидковатая, наверное, потому что в холодильнике не стояла. Не, ну, пахнет хорошо. Вот. Это я, наверное, два взяла. Или что-то другой крем. А, это другой крем. Короче, я какой-то крем у нее взяла еще. Уточню. Что это? Здесь у нее есть. Она делает с петрушкой. Такая масочка. Вот. Шалфей там есть. Есть... Не помню. Еще вот такая. Короче, обычно, как я делала в Украине. Оно у меня лежало в холодильничке. Вот. Два раза в неделю я моюсь. И после этого начинаю. Один раз пилинг. Потом квасцы. Потом маска. Другой раз без пилинга. Просто квасцы. Маска. Вот. Чтобы не забывать, какая маска. Потому что я постоянно стояла, думала, какую я маску брала. Я их просто вот так ложила в порядке. И когда брала, ложила сзади. Беру маску. Пользовалась. Сзади положилась. Соответственно, в следующий раз прихожу. Просто первую беру. Вот. И прекрасно. Ну, вот так вот, в принципе. Сегодня намажу какой-то одной. Естественно. Пилинг. Квасцы намажу. И еще какой-то масочкой зеленой. Вот. Да. Оно не затвердевает. Но оно мало нанесло. Да. Ну, в принципе. Сильно под глазами не надо. Да. Проблемные места. Короче. Плохо видно. Вот. Так что, 20 минут. И потом квасцы. 20 минут прошло. У меня вот тут в этот раз так шкребло. Так хотелось чесать. Но оно всегда по-разному где-то. Чувствительность смываю тоже теплой водой. Вообще это хорошо делать и лучше делать на ночь. Ну, вот. В Украине у меня только так и, в принципе, получалось. А здесь с детьми у меня как-то не получается. Вот утром, когда они в школе, у меня получается лучшее время. Поэтому я долго не делала, не делала, не делала, не делала. Потом плюнула на это и поняла, что я вечера не дождусь. Решила хотя бы утром делать. Вот. И кожа мне стала больше нравиться. Так. Теперь квасцы я беру. Вот квасцы. Оно щипет. Так вот такое ощущение щиплящее. Еще будет, наверное, дня два. Вот этот день. Еще следующее. Оно чувствительность какая-то. Потом оно все меньше и меньше. Особенно, когда трогаешь лицо или умываешься. Вот. Вот так трогаешь, оно щипется. Интересный эффект. Вот. Квасцы. У меня еще старые остались. И я уже вот новые заказала. Но я еще возьму старые. Только они у меня какие-то густые. Надо налить чуть-чуть жидкости с новой. Вот. Короче говоря, квасцы. Оно, ну, каша-малаша такая получается. Вот. И, в принципе, туда же само мажу. У нее такой специфический запах. Еще будет мне на раза три. Сейчас я сделаю. Так. Они тяжело смываются, как для меня. Вечно надо долго и тереть много. Но и сейчас оно будет скреплять мою кожу. Тоже 20 минут. Вот. Квасцы. Я не помню, что каждая маска делает. Я спрашивала все. Хочу еще сделать видео по осанке. Вот. У меня не то, что плохая осанка. У меня скривленная какая-то. Я вот заметила. То есть я руку криво поднимаю. И не могу поднять ровно. Я много чего. Даже если я могу просто как бы выровняться. И мне, ну, дискомфортно. Но я еще и руку не могу поднять. Я уже стала делать комплекс. Правда, у меня с регулярностью как-то плохо у меня получается. Но. Короче, не знаю, как долго, как быстро. Я хоть что-то начну сдвигать со своей осанкой. Ну, в этой футболке очень хорошо видно у меня скривление. Вот. Как у меня плечо завернуто. Сюда внутрь. И горбец такой. И это я стараюсь еще. Это я. Вот я вообще расслаблена. И так я замечаю, что я так часто хожу. Совсем расслаблена. А это если я еще и постараюсь вот так. Ну, чтобы вот так. Вот это мне вообще надо просто мега. Мега внутри кучу мышц задействовать. Так что. Все плохо. Но есть надежда. Канал мой про надежду. Поэтому есть надежда. 20 минут. Хорошо затвердела. Разговаривать не могу. Но не держу сегодня 20 минут, потому что не успеваю в школу. Надо в школу бежать. А я еще хочу одну масочку попробовать, наверное, с петрушкой. Вот. Поэтому 15 минут где-то держала. Сейчас быстренько надо смыть и петрушечку нанести. Теплой водой, короче, то же самое. Надо долго смывать. Вот это вот смыло, а оно... Все лицо в ней. Надо и драйть его. Ах, не люблю смывать эти квасцы. Ах, ты шо. Вот это вот смываешь, 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 смываешь. А оно... Еще бывает на улицу уйдешь, тебе малой показывают. У тебя тут шо-то говорит. А этот ты, короче, еще не домыл, не дотер. 12 минут у меня. Вообще у меня 10 минут дал до школы. Но выйду на 5 минут позже. Ну шо, вроде бы. Фух. Хочу ж потом петрушку смыть. Обычно у меня кожа краснеет после этих процедур. Она даже может быть... Даже полтора дня бывает. Красная такая, ходишь, как этот. Но... У меня это не сильно... Ну как бы не нравится, но... На фоне того, что мне нравится потом моя кожа, я могу терпеть красноту. Ага. Ага. Еще. Если присматриваться... Короче, так. Петрушка. Сто лет, сто лет не пользовалась. Уже не видела петрушечку. Не с той стороны. Какой у нее приятный запах. Она такая... Ну она тут вообще, короче, жидкая. Она... А может она и такая была. Я уже давненько... Ай. Капает. Тоже жидкость по всему этому. Тут даже под глаза я его чуть беру. Ну короче, везде. И она, по-моему, если не ошибаюсь, тоже затвердевает. Вот такая красота. Ну вот эту, если не ошибаюсь, эту смазку тоже смывают. А вот те зеленые, все маски, я их не смываю, а салфеточкой просто их вытираю. Но уже не сегодня. Уже в следующий раз пока. На сегодня уже все. Просто смою. Вот это сейчас все в холодильник положу. Наверное, буду чередовать петрушку с чем-то еще. У них срок годности небольшой. До трех месяцев. А посылка месяц шла. Потому что... Ну так получилось. Короче, две-три недели на границе стояло. Вот. Уже, короче, месяц. Поэтому мне надо быстренько... Вот. Короче, 15 минут и буду лететь в школу. Может затвердевать. Я уже давно не пользовалась. Даже в Украине. Что-то не помню, когда я последний раз петрушку заказывала. Ну что? 15 минут прошло. Хорошо так скрипило, подтянуло. Круто. Теперь смываюсь и лечу в школу. Ужас. Опаздываю уже. Так. Тут важно петрушку всю смыть. Чудесно. Чудесно. Ну что? Моя кожа скажет мне спасибо. Кстати, негласная реклама, так сказать. Если вы в Украине, может и вам интересны маски, можете мне написать в комментариях. Я вам дам контакт этой девочке, чтобы она... Можно у нее заказывать, покупать эти масочки. А если вы еще и в Киеве, то могу дать контакт. Вы можете встретиться, чтобы она вам по вашему типу кожи там прошлась, сделала чистку, если надо. Ну, такое, короче. Рекомендую. Я уже несколько лет с ней, и я просто рада, чтобы вы видели мою кожу раньше. Поэтому я очень рада, что она есть. Вот. Ну что? Побежала в школу. Всем спасибо за внимание. Красиво?